Здравствуйте! Меня зовут Ольга Гомбоева и сегодня мы научимся редактировать звуковые настройки телефона. Итак, сегодняшняя тема это звуки и вибрации. Для начала на экране своего телефона найдите шестеренку и там подпись настройки. Вот она у меня на экранчике, обведена красной. Нажимаете на эту иконку и попадаете в меню, где нам предлагают выбрать режим звука. Итак, у нас здесь есть звук, вибрация и без звука. Если мы выберем режим звук, значит мы услышим, как звонит наш телефон и сможем ответить на звонок. Мы можем выбрать режим вибрация, тогда мы не будем слышать мелодию звонка, но будем ощущать вибрацию телефона. Также мы можем выбрать режим без звука, тогда телефон не будет издавать звуков, но также не будет и вибрации. Этот режим удобен в том, случае, когда вы находитесь в общественном месте и не хотите никого тревожить, либо вы просто решили отдохнуть и не хотите, чтобы вам поступали звонки и сообщили. Кроме того, есть возможность выбрать, хотите вы слышать вибрацию во время звонка или нет. Здесь есть точечка такая и если вам удобнее, чтобы во время звонка телефон также вибрировал, вы можете сдвинуть эту точечку и активировать эту функцию. Так мы с вами разобрались по режимам звука. Если вы хотите сменить мелодию звонка, она вам надоела, либо стоит по умолчанию какая-то, которая вам не нравится, вы заходите, выбираете это поле мелодия звонка, нажимаете на него, вы можете выбрать громкость звонка, сообщений, либо когда вы просматриваете видео, вы также можете регулировать громкость, которыми они вам будут показаны. Для этого вы двигаете влево, либо вправо эту точечку и будет либо тише, либо громче. Здесь вы регулируете системные уведомления, то есть это когда сам телефон вам сообщает, допустим, о пропущенном звонке каком-то, либо сообщении и вы тоже можете регулировать громкость этого сообщения. В любом телефоне есть системные звуки и системные уведомления. По системным уведомлениям, я уже сказала, это, допустим, звук пропущенного звонка, есть также системные звуки. Это звук блокировки экрана, когда вы подключаете телефон к сети питания, тоже звук идет. Это все системные звуки. Они находятся в разделе вибрации, системные звуки. Для того, чтобы ваша батарея так быстро не разряжалась, я бы советовала эти звуки отключить, если они вам не нужны. Вот здесь показаны, перечисляются блокировка, разблокировка экрана, зарядка, клавиатура набора номера. То есть, если вы отключите эти пункты, вы также сможете заряжать свой телефон и блокировать экран, но при этом звуков не будет. И это сможет сохранить заряд вашей батареи. Итак, если мы хотим сменить мелодию звонка, нам нужно это все в тех же настройках, как мы в той же шестеренке, в разделе звуки и вибрации. Мы находим функцию мелодии звонка, нам выдает список мелодий, вы прослушиваете каждую эту мелодию и рядом с понравившейся. Ставите либо галочку, либо точечку. Это зависит от модели вашего телефона. Может отличаться внешнее исполнение, но смысл все равно остается одним и тем же. И после того, как вы выбрали нужную вам мелодию, вы подтверждаете свой выбор, нажимаете ОК или Сохранить, либо ничего не нажимаете. Это тоже зависит от модели телефона. Также есть возможность, если такое желание, добавить любую мелодию для контакта. Для этого вы уже не в меню настройков, а в меню контакты находите нужного вам абонента. Я, как пример, взяла свой номер у своего сына. Нажимаете на этого абонента и получается, что вы открываете карточку этого контакта. Здесь указаны все данные, которые записаны по этому контакту. Находите кнопочку Изменить. Вот она внизу кнопочка Изменить. Нажимаете ее. И когда вы нажмете эту кнопочку, вы сможете редактировать этот контакт. Вы можете изменить номер телефона, имя. Можете также добавить адрес электронной почты. В некоторых телефонах есть такая функция. И, кроме того, вы можете найти пункт «Мелодия звонка». Зачастую там просто стоит по умолчанию. Нажать на это поле и у вас опять же выйдет список мелодий, которые есть в телефоне. Вы прослушиваете и выбираете понравившуюся голосу. Так вы закрепите за этим контактом эту мелодию. А для чего это нужно делать? Ну, это не нужно, это по желанию. Почему это удобно, скажем так? Даже не глядя в экран телефона, вы будете слышать, кто вам звонит. Чаще всего это делают, чтобы так определить, что звонят какие-то родственники или друзья, а не какие-то посторонние будут чувства. Вот таким образом мы рассмотрели нашу тему «Звуки и вибрации». Теперь вы знаете, как можно менять мелодию в вашем телефоне, как можно включать вибрацию, устанавливать беззвучный режим и как можно добавить мелодию для определенного контакта. Всего доброго! До свидания!